Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 173 сантиметра, вес 70,3 килограмма. Его стиль панкратион, профессиональный рекорд. Пять побед и одно поражение. И из Кемерово Константин Веселкин! Его соперник в красном углу. Ему 24 года, рост 177 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Его стиль – вольная борьба, профессиональный рекорд. Пять побед и одно поражение. Представляющий клуб «Беркат» из чеченской республики Юсуп Умаров! Рэпери боя Ашон Ашуьян. Что же, Юсуп Умаров против Константина Веселкина. Бойцы с одинаковым рекордом. Пять-один. Наш боец – базовый вольник. При том, что Константин Веселкин – представитель панкратиона. Ну, Агаме, ну, вам, тебе слово, представь нам, в первую очередь, наверное, бойца Юска Умарова. Есть еще, наверное, зрители, которые впервые его видят в выставок на клубнике. Юсуп – он очень целеустремленный, очень разнообразный боец. Несмотря на то, что он базовый вольник, он хорошо владеет ударной техникой. Сейчас хорошо попал Юсуп. Занимает боковую позицию отличную. Юсуп – поистине настоящий воин 21 века. Он очень целеустремленный и полностью отдается на тренировках, всю тренировочную процессу. Сейчас спокойно, вернее, продолжается борьба в стойке. Да, Юсуп неплохо себя чувствует в стойке. Начало раунда уже за ним точно, да? Да, один перевод, одно очко. Не стоит, я думаю, форсировать события обоим бойцам в начале раунда первого. Пока неплохо двигаются оба соперника, достойно своих рекордов. Чем выше мы поднимаемся по файт-карду, тем сильнее у нас соперники, тем интереснее противостояние. Да, файт-карт ACB всегда бывает очень конкурентным. Всегда соперников приводит заведомо, которые должны выиграть у наших бойцов с таким расчетом, которые должны быть хоть чуть-чуть лучше наших бойцов. Как бы как в других лигах или как... Такого нет у нас, что наши бойцов выводят на высокий уровень. Ну, этим и отличается и себе. Из-за этого, за столь короткий промежуток времени Лига призна одной из лучших в Европе. Неплохой обмен проводит у бойца. И уже разбил нос, судя по всему, веселки на Умаров. Слушает Умаров своих угловых. У него хорошие секунданты. Там и Расул Шавхалов, и Джихад Юнусов, и Альберт Дураев. То есть, есть кому подсказать. Да, самое главное, это ребята, которые тренируются в одном зале с Умаровым. Которые знают его плюсы, его минусы. И которые могут правильную подсказку именно сделать. Он пропускает Умаров. Юсик Умаров начинал еще в бойцовском клубе «Быстрый» из Шалинского района. Помню я его на турнирах, которые проводил глава района Турпол Али Кадыров. Вернее, Турпол Али Ибрагимов. Прошу прощения. Да, у Юсова длинная история спортивная. Не просто так он перешел в профессионалы. Он доказал, что он по-настоящему настоящий профессионал. И поэтому, когда у тебя за плечами хороший любительский опыт, ты хорошо чувствуешь себя уже в клетке. Поплыл соперник. Нужно сейчас попытаться воспользоваться этой ситуацией нашему бойцу. Вот в таких ситуациях восстанавливаешься. Это на пользу тому, кто пропустил? Да, конечно, это прежде всего на пользу. Сейчас захват шеи у Умарова идет в очень неудобном положении находится. Все-таки захват через руку. Я не думаю, что все-таки там идет удушающим. Но все равно перевод в партер может усугубить это положение Умарова. Да, когда ты пропустил удар и идет клинчевание, то ты восстанавливаешься. Все соперники по-разному восстанавливаются. Кто-то быстро, кто-то тяжело отходит от удара. Но Веселкин уже вроде полностью восстановился. В подобных ситуациях, которые оказался Константин Веселкин, мне всегда вспоминается крайний поединок Хусейна Кушакова, когда в полуфинале гран-при полутяжелого веса он получил тяжелейший удар. И благодаря сетке он не оказался на насилии. И тут же, пройдя в ноги, в итоге одержал победу в том поединке. Да, это был очень-очень сложный поединок для Кушакова. Он был недовесом в этом бою. Он весил около 91 килограмма, а его соперник весил как минимум 100 килограмм. И разница в габаритах была ощутимая. И поэтому, пропустив несколько таких серьезных ударов... Действительно, грузинский атлет физически просто прекрасно был сложен. Да и хороший ударник он был. И, в принципе, мог. Да и составлял достаточно много неудобств нашему бойцу. Но, к счастью, тогда все закончилось в пользу Хусейна Кушакова. Да, Хусейн показал там настоящий дух воина. И это помогло ему одержать победу. Ну что ж, у нас в октагоне тоже два воина. Это Юсуп Умаров и Константин Веселкин. Отличный поединок показывает. И небольшое все-таки преимущество, на мой скромный взгляд, у нашего бойца. Но что будет дальше, посмотрим. Да, первый раунд, я думаю, за Умаров, потому что у него был перевод и более агрессивное ведение боя. Это тоже оценивается судьями. Вторым номером уже начал работать Юсуп. Видимо, подобные такие указания он получил в своем углу. Да, угловые кричат, чтобы Юсуп боролся со своим соперником. Я думаю, это все-таки помогло бы ему. Все равно обмен – это очень рискованное ведение боя. Да, рискованное, тем более, если у тебя есть преимущество именно в борьбе, то почему бы этим не воспользоваться, с учетом того, что есть первый раунд, который за тобой. И можно постараться вот сейчас перевести. И уже существует контроль. Ну, Юсуп у нас такой боец, который не ищет легких путей. И даже его в предыдущем бою, если кто этот бой смотрел, там был очень серьезнейший обмен. И Юсуп выиграл его раздельным решением судей, этот бой. Хорошее попадание могло получиться в печень. Но, с счастью, успел отскочить Юсуп Умаров и тем самым смягчить удар. Видно, что все-таки Веселокин заряжен на попадание, не хочет уступать. Веселокин. Веселокин. Выстаиваются оба бойца. Хорошее попадание. Все-все-все-все-все. Нокаут. Нокаут во втором раунде. И мы поздравляем Юску Умарову. Мощный удар за ругородку в печень. Все-таки не просто так он вел в ударке бой. Идеальное попадание было. Очень тяжело себя чувствовать, Веселокин. Пытается встать. Очень непросто, очень непросто. Молодец, Юсуп, что подошел. Поблагодарил бойца за бой. Теперь уже у Юсуп Умарова и Константина Веселкина рекорды не одинаковые. 6-1 и 5-2. Улучшается он у нашего атлета. И в худшую сторону изменился у бойца из Кемерова. Поздравляем Юсупа Умарова. Замечательные победы. На оформлении 16-й секунды 2-го раунда техническим накалом. Победу держал боец. Красного лука Юсуп Умаров. Клуб «Бекун» Чеченская республика. Друзья, и ваши аплодисменты его сопернику Константину Веселкову.